купил регулируемый лабораторный блок питания на 30 вольт 5 ампер какой-то фирмы китайской как она произносится попробую выговорить документы это китайская фигурина модель мой заказ инструкция на китайском запах всего немного имеется так ну как на вид можно было пластмассу побелее сделать это она какая-то немножко сероватая включим так включаем смотрим что тут получается так все щелкнуло и циферки красивые такие если видно них сейчас попробую увеличить они как бы большие на застоят из маленьких таких вот кружку кружочков либо чё там на кружочку ну в общем симпатично смотрим дальше что тут у нас это грубая до настройка а то есть на определенном вольтаже он переключает обмотки видать трансформатора или что там у него об еще раз переключил еще раз да скорее всего обмотки потому что он тяжелый на импульс не похож скорее всего трансформатор там стоит так 2 и 9 вольт и и вот в ноль до ноль опустили вот тонкая настройка можно отрегулировать 2 9 вольт а то есть это грубо говоря это регулируется в пределах трех вольт здесь все на минимум сейчас вольтаж ну попробуем посмотрим насколько у нее там правильный этот вольтаж так вот Так. Так. Смотрим. 0. 0. 1. Но поставим до 2. 0. 0. 23. До 20 вольт. Смотрим. Поднимаем вольтаж. 2. И 1. Попробуем здесь сделать чуть побольше. И сделать 4, скажем так, вольты. 4. 0. Довольно точно. 3. 9. А тут 4. Ну 3. 9. То есть с вольтажом все якобы нормально. 26,5. И 6 там бегает. Максималка 39. С вольтажом все нормально. Посмотрим с ампиражом сейчас. Что получится. Так. Ставим вниз. Вот эту, кстати, лучше тонкой настройки посередине не оставлять. Так будет и туда, и туда запас пододвинуть. Можно будет по напряжению. Это вроде. Сюда. Вниз. Сейчас. Даем там. Выставляем. Сколько? Угу. Давайте одну вольту, да? Одну вольту выставили. Теперь ток, 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 какой-то. Замыкаем. Замыкаем. Скажем так. Замыкаем просто этим же тестером. 0,23 ампера. Сейчас. 0,1 ампера. Давайте 0,15 поставим. 0,15. Ну, приблизительно тестер показывает то же самое. А теперь, что вольтаж. Вот я увеличиваю, увеличиваю. А оно все равно 0 не увеличится. 0,15. Так и остается. Так. Ну, давайте сделаем проще. Отсоединяем одну клемму. Увеличим вольтаж до 5 вольт. Там с копейками. Ставим. Оп. 0,15 ампер. Замкнули. Вольтаж. Насколько там он просил. Это нам не важно. Факт то, что он опустился. 10 вольт. 10,7. Оп. 0,15 ампер. Так. Что там дальше? Ну, на мощность. Давайте попробуем. 0,15 ампер. Что там дальше? Ну, на мощность. Давайте попробуем. В старых советских клеммах таких были дырочки. Можно было вставить туда щупы и было бы все нормально. Чего китайцы не взяли пример? Так. Смотрим дальше. Не понял он что там. Так. Попробуем замкнуть. Вообще падает до нуля. А если мы чуть-чуть добавим, скажем так, одну амперу. Смотрим дальше. Ну, ладно, да. Ну, ладно, да. Попробуем уменьшить. 2 А, но при этом 0 В. Интересно. 0,0, точнее 0,023, да? Неужели оно дает 2 А? Ну ладно. Сделаем по-другому. 1 В. Замыкаем. Давайте по максимуму. Сколько там? 5 А. 4,29. Даже больше, чуть-чуть. 5. Сколько там дает? О, включился кулер. Так. При этом у нас вольтаж что-то особо. 1 В. Увеличим до 12. Раз. Падает до 0,1 В. На тестере 0,0,4. Ну как-то так. Ну работает во всяком случае. КЗ держит даже на максимальных оборотах. Посмотрим, что там за кулер. Как дует? Да, кулер дует хиловато. Если его выключить, что там такое за кулер стоит? Видно. А, ну кулер такой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лопастной. Маленький. Ну точнее мало лопастей. Гарантия выйдет. Разберу. Куплю. Да, куплю. Ставлю туда какой-нибудь титаниум или еще что-нибудь. На много лопастей. Тогда он вообще перегреваться не будет. Там такой поток воздуха будет, что мама не горюй. Ну на этом в принципе все. Нормальный вроде блок питания. Сделан довольно таки нормально. Если закрутить эти пивовинки, то ничего не шатается. Все нормально. Циферки красивые. Увесистый. Ну разве что я бы заработал кулер. Ставил бы другой. Просто побольше этих лопастей и более загнутые. И соответственно будет лучше охлаждать. Но шуметь немножко больше. Ну это так. Отступление. Ну так в принципе нормально. Все нормально показывать. Единственное. Ну вот честно говоря вот эти бы контакты. Сделал бы поудобней. Либо же. Вот. А хотя можно самому просверлить вот здесь вот отверстие в нем. И все. И тогда можно будет. Ну как в советских. Так. Так. Трик. Вставил тестер в это отверстие. Поджал. И все. Отлично. Ну и надо будет докупить сюда наверно. Как они там называются. Это не станет. Хотя. Нет. Не. Становится. Ну все надо с щупой докупить. Провода. Или как они там называются. На этом все. Все. Все.